Ядерная несдержанность. Зачем Польше американское ядерное оружие? Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. На самом деле данная идея не нова. Еще в 2020 году бывшая в то время послом США в Варшаве Джорджет Мусбахер заявляла, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Польские элиты, которые в тот период находились у власти, восприняли подобные планы с энтузиазмом. К тому времени Польша уже твердо встала на рельсы масштабной милитаризации. Для полного списка в стране не хватало лишь ядерных боеголовок. Как к идее размещения ядерного оружия относится новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском, о чем Варшаву предупреждает Москва и что по этому поводу думают эксперты, рассказываем в обзоре Белта. Идея не нова. Как в Польше развивалась тема с ядерным оружием? Тема с размещением американского ядерного оружия в Польше не нова. Еще в 2020 году Джорджет Мусбахер, которая являлась в то время послом США в Польше, заявила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Такое заявление она сделала на фоне продолжающейся в Германии политической дискуссии о целесообразности размещения ядерного оружия в стране. Если Германия хочет сокращения ядерного потенциала и ослабления НАТО, то, возможно, Польша, которая платит все свои взносы, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить оружие у себя, отмечала дипломат. В октябре 2022 года Анжей Дуда в интервью изданий «Газета Польска» заявил о возможности размещения в Польше американского ядерного оружия. Он отметил, что Варшава могла бы принять участие в программе «Нуклеар Шеринг». Эта программа позволяет США размещать и хранить свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Американские ядерные боеприпасы складированы на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. При этом Дуда заявил, что Варшава обсуждала с Вашингтоном возможность участия в программе. По словам Дуды, эта тема остается открытой. В свою очередь, лидер правящей в то время партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что тема ядерного оружия уже поднималась на разных переговорах с американской стороной и ответ был отрицательным. По его словам, если у президента Дуды есть информация о том, что путь в программу «Нуклеар Шеринг» открыт, то он это полностью поддерживает и считает хорошим решением. Спустя несколько недель после заявления польского лидера, Якуб Кумах, который на тот момент являлся представителем канцелярии Дуды, заявил, что Варшава заинтересована в том, чтобы участвовать в программе НАТО «Нуклеар Шеринг» по совместному использованию ядерного арсенала. «Конечно, мы заинтересованы в размещении сил НАТО в Польше и заинтересованы в участии в программе «Нуклеар Шеринг», — сказал он. Кумах подтвердил, что Польша вела переговоры о размещении ядерного оружия США. Они проходили в так называемой концептуальной фазе, означающей, что Польша заинтересована в том, чтобы участвовать в программе «Нуклеар Шеринг», — добавил он. Однако в Госдепартаменте США поспешили отмежеваться от слов польских чиновников. Так, бывший в то время заместителем руководителя пресс-службы Госдепа Видант Пател сообщил, что его ведомство не знает о каких-либо обсуждениях возможного размещения ядерного оружия в Польше. «Польша является важным союзником НАТО в регионе, но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался», — сказал он. Пател также уточнил, что у США нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились после 1997 года. Польша вступила в Альянс в 1999 году. И все же тема с ядерным оружием не ушла с повестки. В июле 2023 года Матеуш Моровецкий, на тот момент премьер-министр страны, говорил, что Варшава хочет постепенно убедить союзников по НАТО разместить на своей территории ядерное оружие с помощью программы «Нуклеар Шеринг». Однако в сентябре 2023 года Дуда сообщил, что польское руководство пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие. Между тем, в феврале нынешнего года польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что в течение нескольких лет Польша вполне может стать ядерной державой. Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса. Поэтому я рассматриваю наличие такого арсенала как задачу на ближайшие годы, заявил Крашевский. По его мнению, в будущем должны состояться переговоры о балансе ядерных сил в мире. Вероятно, это произойдет после окончания конфликта в Украине. Далеко идущее заявление. Что говорят в Польше о размещении ядерного оружия? 22 апреля польское издание «Факт» опубликовало интервью с президентом Польши Анджием Дудой. В беседе с журналистами польский лидер заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. По словам Дуды, он уже несколько раз обсуждал с американскими партнерами возможность размещения ядерного оружия в Польше. С некоторых пор это стало темой польско-американских переговоров. «Не скрою, когда меня спрашивали о размещении ядерного оружия в Польше, я сообщал о нашей готовности к этому», – сказал польский лидер. При этом Дуду увязал возможность размещения в его стране ядерного оружия с тем, что Польша реализует общую политику НАТО. «Если наши союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории в рамках совместного использования ядерного оружия программа «Нуклеар Шеринг» для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником Североатлантического альянса, и у нас тоже есть обязательства в этом плане. То есть мы просто реализуем общую политику», – сказал Дуда. Однако слова президента о готовности разместить на территории страны ядерное оружие подверг резкой критике премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мне бы хотелось, чтобы любые инициативы, касающиеся вопросов безопасности, были очень хорошо подготовлены ответственными за них людьми, и чтобы у всех была уверенность, что нам это нужно. Эта идея очень масштабная и очень серьезная. Мне необходимо узнать о мотивах, которые побудили президента сделать такое заявление», – заявил Туск, отметив, что с нетерпением ждет встречи с польским лидером. Слова Дуды прокомментировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что присоединение к «Нуклеар Шеринг» – очень серьезное решение, которое должны обсуждаться прежде всего в правительстве. Пока такого обсуждения в Совете министров не было. «Напоминаю, что в соответствии со статьей 146 Конституции Республики Польша, Совет министров проводит польскую внешнюю политику», – указал дипломат. Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец заявил, что слова Дуды о размещении ядерного оружия в Польше – это слишком далеко идущее заявление. Он подчеркнул, что по такому важному вопросу решение должно сначала быть принято, а затем доведено до сведения, а не наоборот. Однако на данный момент никаких решений или соглашений по этому поводу еще не принято. В итоге вопрос размещения ядерного оружия лишь подогрел внутриполитическую конфронтацию в Польше. Как известно, между президентом и премьером страны, которые относятся к враждующим политическим лагерям, сложились непростые отношения. «Вечером 22 апреля Дуде пришлось пояснить позицию. Я встречусь с премьер-министром Дональдом Туском по поводу возможности присоединения Польши в программе совместного использования ядерного оружия. Потому что для меня ясно и очевидно, что мы сотрудничаем друг с другом в вопросах, касающихся внешней политики», – заявил Дуда. «Я хочу акцентировать внимание, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято. Конечно, ведутся переговоры. Мы вспоминаем эту тему, а иногда случается, что наши партнеры из США или Западной Европы также поднимают эту тему», – добавил Дуда, говоря о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше. Стоит отметить, что ни Туск, ни Сикорский идею с размещением ядерного оружия не отвергают. Лишь говорят о том, что данный вопрос необходимо сначала внимательно рассмотреть, а уже затем принимать решение. Поэтому резкие слова в адрес Дуды можно списать на внутренние разногласия между двумя политическими лагерями. Кроме этого, нельзя исключать, что некие договоренности о размещении ядерного оружия в Польше уже достигнуты. Данный вопрос мог обсуждаться во время совместного визита Дуды и Туска в Вашингтон в марте этого года. В таком случае заявление Дуды можно трактовать, как желание перетянуть одеяло на себя и записать на свой счет достигнутые договоренности. Бравируют внутри ЕС? Что говорят эксперты? Польша хочет стать самой проамериканской страной, чтобы иметь влияние внутри Европейского Союза, заявил в беседе с известиями российский политолог Дмитрий Солонников. Полякам это нужно с нескольких позиций. Во-первых, они живут в парадигме, что Россия на них завтра нападет. Рассматривают большое количество оружия на своей территории как страховку, что безопасность от этого повысится. Безопасность от этого не повысится, но они думают по-другому. Во-вторых, эта задача прогнуться под американцев, показать, что Польша еще больше проамериканская страна, чем сама Америка. Это позиционирование польских политиков внутри ЕС. Отсюда они черпают ресурс для влияния внутри ЕС. Чем больше Польша будет проамериканской страной, тем больше она будет этим бравировать внутри Евросоюза. Ее будут больше слушать. Это определенный фактор внутри политической европейской повестки, сказал эксперт. Немецкий политолог Александр Рар считает, что для Варшавы получить ядерное вооружение – это вопрос престижа. Польша стремится стать ведущей региональной державой, и ее власти готовы пойти на многое, чтобы добиться желаемого статуса. Однако последнее слово все равно остается за Вашингтоном. Варшава пытается убедить Вашингтон перевести боеголовки, базирующиеся в Германии, на собственную территорию. Во многом это вопрос престижа республики. По мнению местных политиков, таким образом им удастся усилить собственную значимость в НАТО. Они считают, что если столь мощные боеприпасы будут находиться в Польше, то в случае войны с Россией США придет сражаться за Варшаву. Однако Германия также не спешит распрощаться с ценным активом, сказал эксперт в беседе с изданием «Взгляд». По мнению Рара, в ближайшие годы Европа ожидает масштабная милитаризация. Вопрос о том, где именно будут храниться американские боеголовки и бомбардировщики, приобретает небывалую актуальность. Однако от самих государств ЕС в этом плане зависит не так много. Последнее слово будет за Вашингтоном, подчеркивает политолог. Он также считает, что США могут пойти на сокращение военного присутствия в Европе. Берлин и Варшава прекрасно это понимают. В кулуарах начинают говорить о том, что в таком случае американский ядерный зонтик утратит свою силу. Странам придется полагаться лишь на потенциал Британии и Франции, уточняет эксперт. Резюмируя, Рар отметил, что нынешнее развитие событий создает для России новые вызовы в сфере безопасности. «Западные боеголовки приближаются вплотную к границам Российской Федерации. Разумеется, Москва даст равносильный ответ», – заключил спикер. О том, что желание Польши стать центром военно-политической Европы может привести к эскалации напряженности в регионе, заявил российский военный эксперт Андрей Кошкин. При смещении центра управления в Польшу, естественно, возрастет градус эскалации напряженности. Польша будет брякать оружием, у нее довольно большое количество военнослужащих. «Варшава на сегодняшний день вкладывает очень много средств в то, чтобы поднять статус Польши в мире. Среди европейских государств Польша стремится быть в числе тех, кто довольно многочисленные средства вкладывает в свой оборонный потенциал», – отметил эксперт в интервью «Известия». Издание «Еуректив» отмечает, что в политических верхах Польши нет согласия касательно размещения в стране ядерного оружия. Данную инициативу поддерживает партия «Право и справедливость», которая в декабре 2023 года уступила власть оппозиции. На стороне ПИС выступает крайне правая партия «Конфедерация». «Размещение ядерного оружия на территории Польши было бы гораздо более серьезной гарантией безопасности, чем любые другие формы сотрудничества с союзниками», – заявил в прошлом году представитель конфедерации Михаил Вавер. С другой стороны, партии, входящие в коалицию во главе с Туском, скептически отнеслись к размещению ядерного оружия в Польше. Бывший министр обороны и однопартиец Туском по гражданской платформе Томаш Симоняк ранее заявил, что спекуляции в этом вопросе не служат безопасности Польши. РФ и Беларусь учитывают польский фактор, как комментируют в Москве. На слова Дуды о готовности Польши разместить у себя американское ядерное оружие отреагировали в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные примут необходимые меры, чтобы обезопасить Россию. «Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши, соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО. «Свои амбиции в плане того, как бы покрепче прильнуть к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают, давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику», — сказала дипломат. По словам Захаровой, Польша явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, который самочинно позиционирует себя ядерным альянсом. Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям. «Все это в совокупности ведет к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны», — заметила Захарова. «Польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности союзного государства», — добавила Захарова. Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском генштабе. Нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, констатировал, что страны Запада опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовые далее сдерживать нашу страну до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями, сказал Лавров. По его словам, особое беспокойство вызывает то, что именно тройка западных ядерных государств входит в число ключевых спонсоров Украины. Москва видит в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности, резюмировал глава российского МИД.